Всем привет, дорогие друзья! С вами был Илья Роуз и сегодня мы посмотрим ТикТок. Ну что ж, поехали! Чё это, мэть? Чего это всё? Как страшно от этой классницы, да? Кожешь посмотреть, чё она сделала и она вот так же бля бля Ой-ёй-ёй. Ну ладно. Поехали. Мне 13 лет, как-то мои родители взяли мой телефон без моего разрешения. Я сказала, отдайте мой телефон, пожалуйста, это мое личное пространство. На что мой отец ответил, под кроватью, один на один метр, вот твое личное пространство. В таких случаях нужно проучать родителей, как они вас обзывают, нужно таким и становиться. В данном случае тебе нужно залезть под кровать, находиться там весь день, брать еду со стола и уходить под кровать. И на любые вопросы отвечать, ну хоть где-то у меня личное пространство. И между словами добавляй, мам, я уроки уже сделала, особенно геометрию, геометрия, мне очень нравится, мама испугается, будет спрашивать, что с тобой, а ты скажешь, мам, ну какая жизнь, такая речь. Я чувствую себя собакой, и знаешь, мне это начинает нравиться. You have failed me for the last time. Нет никакой ответственности, что ты хочешь меня, да? Да ну это знаете такое кривляние, вот зачем, ну, вот зачем вот такую хренью заниматься, вот мужик, что ты? Кому преподаешься, блядь. Блядь, реально, под кровать я туда, блядь, пойду, лягу, блядь, и буду так же, бау. Зачем это мне делать? Ух, она, блядь, вот я не понимаю, вот сейчас девушке в 13-14 лет, вот только не обижайтесь, вот серьезно, вот с этими соцсетями, блядь. Подсели, блядь, там все снимаете, блядь, ничего не делаете. Ну, конечно, блядь, родители будут злые, блядь. Алло, мама, привет. Мама мне Светка сказала, что я какой-то не такой. Ой, мы когда с ней целовали в туалете с дихим часом, мама, она спросила, что это у меня там такое, что нахуй. Ну, я ей показал, а потом она мне показала, и у нее нет такого, мама. Она сказала, что я какой-то не такой. А потом мы позвали ее подружек из группы, они тоже нам показали, и я им показал, и они тоже сказали, что я какой-то не такой. Мама, я куда-то к воспитательнице подошел, ей показал, и спросил, я что какой-то не такой. А она сказала, что я больной. Алло, мама, привет. Ох, за это точно лайк, блядь. У моей прабабушки была шизофрения, и в наказание за плохую учебу меня отправили к ней в деревню на две недели. И я думал, будет очень скучно, но оказалось, что у меня бабушка на приколе. У нее была такая фишечка, телепортироваться по дому. Я мог стоять в комнате, отвернуться, повернуться, а она прям передо мной. Я первые три дня даже не видел, как она ходит, она просто спавнилась в рандомных местах. И я подумал, может она что-то хочет этим сказать, может что-то не так. Просто другого объяснения, почему она появляется в таких странных позах по углам квартиры, я не нашел. Каждый раз, когда я ее видел, я такой, судя по всему, это фикус. Не угадал, это шланг. Но хуже могло быть только, когда она притворялась шлангом ночью. Потому что ты идешь ночью в туалет, включаешь свет, открываешь дверь, а там посреди комнаты стоит человек. Я через неделю уже даже пугаться перестаю, я просто стоял такой... Ах, бабушка. Может быть, коробка? Вообще-то бочка. Не, бабушка, ну ты, конечно, приколистка с прикольной фигуркой. И рассказал я это не для того, чтобы посмеяться над бедной бабушкой, а потому что это штука наследственная. И когда я стану шизиком, я надеюсь, мой внук тоже будет со мной играть в крокодила. У моей прабабушки была шизофрения. А, бля, так затянуто, но все же интересно. Я поставлю лайк. Ладно. Пытаются говорить на кошачьих. Мяу, 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 мяу. Да как ты смеешь говорить при меня такое? Мяу, мяу, мяу. Да, ладно. Жуткие вещи, которые раньше были нормой. Только давай договоримся, если будет интересно, ты на меня подпишешься. Поехали. Экскурсия в психиатрическую больницу за определенную собственность. Можно было поглазить на кого-нибудь или даже скнуть палкой. Курение при беременности и даже по рецепту врача. Курение использовалось как лекарство от запоров. Радиоактивные игрушки и косметиков. В 50-е годы в прошлом столетии радиация считалась вполне нормальной. Жуткие вещи, которые раньше были нормой. За информацию молодец. Ну и за подачей молодец. Вы часто спрашиваете, путают для нас родители. Мама, не это то, она и мама. А вот папа... Ситуация с папой. Гель, принеси мне мои носки. Пап, я вообще-то Лера. Да какая разница, вы же одинаковые. В детстве он вообще мог покормить одну и ту же близняшку. Он просто не понимал кто-нибудь. А про другую нахуй не думал. А по телефону мы вообще молчим. Папа никогда не понимает, с кем он разговаривает. Да, нам 20 лет, и нас не различает папа. Да я даже вас не могу различить. Часто спрашиваете, путают для нас родители. Мама нет, а то она и мама. Ну знаю, ухмыльнулся, ладно поставим. Козёл, ты мысли читаешь? Мамусь, можно я пойду прогулюсь? Да ты чё? Люд, я тебе перезвоню. Чмоки-чмоки. Я вообще не поняла, куда ты пойдёшь? На улице ветряно, холодно, ветряно, холодно. Куда? Ну мам, на улицу. Нельзя. Ну если бы он, конечно, сказал «пожалуйста». Мам, пожалуйста. Ну ладно, иди. Сработало. Пап! Пап! Тебе чё надо? Дай мне денег. Не дам, стёрся. Так, значит, да? Чё, думал дома один с такими способностями? Чё, ты вылупился, чё? Готовь ремень и жопу, буду её надирать. Куда ты пошёл, твоя? Сейчас я прочитаю твои мысли. Не веришь? Смотри. У меня в руках листок, на нём написаны разные слова. Твоя задача — выбрать одно любое слово и запомнить его. Ну, например, вот здесь у меня сверху написано «снег», «баклажан». Только теперь не запоминай именно их, потому что это будет слишком очевидно. Итак, выбери любое слово. Отлично. Теперь подумай о цвете своего пред... What the f**king is this? Это чё, всё, что? Ну, например, если ты выбрал слово «лягушка», тогда это зелёный цвет. Или, например, если вишня, то красный цвет. Думай о своём цвете. Давай с тобой договоримся так. Если я отгадаю цвет твоего предмета, то ты поставишь мне лайк и подпишешься на меня. Ты умею. Так, цвет твоего предмета — жёлтый. А, он, ну ты не показываешь всё. Я понял эту схему, блин. Моя задача — выбрать одно любое слово и запомнить его. Ну, например, вот здесь у меня сверху на... Подруга, не грусти. Лучше скушай колбасы. Не переживай, что поправишься. Ты по-любому ему понравишься. Да и зачем? Выбирай между едой и парнем. Парень ветреный. Сегодня с одной, завтра с другой. А еда? Она навсегда. Не было такого, чтобы еда когда-то бросила тебя. В трудную минуту рядом с тобой кто? Правильно, еда. Когда грустное настроение поднимает? Еда. Когда нечего делать? Ты ешь. А что делает для тебя парень? НИ-КЕ-РА. Делай правильный выбор сегодня, чтобы не жалеть об этом завтра. Эй, подруга, не грусти. Лучше скушай колбасы. Не пер... О! Ой, прямо одни, Ча! Ой, извините, меня один чай делайте, по... Ой, прямо одни, Ча! Ча вид это, Ча вид. Психологические трюки, которые можно использовать, чтобы сломать кому-то. Какой-нибудь мозг, часть четвертая. Если кто-то чихнул или покашлял в вашем присутствии, то не говорите будь здоров, а громко шикните на человека. Это настолько неожиданно, что сбивает людей с толку, и можно получить абсолютно разные смешные реакции. Во время разговора с человеком в один момент просто замолчите, посмотрите ему в глаза и скажите «проснись». И затем сразу же продолжайте разговор, как ни в чем не бывало. Со мной один раз такое проделали, и, честно говоря, я на какое-то время действительно задумался о реальности происходящего. Когда кто-то сделает что-то совершенно обычное, отреагируете на это фразой. О, теперь я понимаю, почему о тебе все говорят. Люди сразу начинают паниковать, думая о том, что не так они сделали, и кто там что про них говорит. И наблюдать за этим невероятно. Мы запатчили с Лимзой, теперь он общается. Так будто робот. Нихуя себе. Так будто ли, так будто робот. Мы запатчили с Лимзой, теперь он общается. Так, сынок, придут рабочие, будут ремонт делать. Откроешь им дверь и дашь болгарку. Сами ее руками не трогай. Холосо, мамочка. Все, я пошла на работу. Ого, болгарка. Это, наверное, болгарский перчик нарезать. А что это мама нанимает рабочих, чтобы болгарский перчик резать? Я сам порезу. А ну, как тут? Ого, ничего себе! Острые или нет? Блесты. Мам, у меня чуть-чуть не получилось нарезать болгарский перец болгаркой. Да мама, мама, ну подожди. Но зато я стал черепашкой ниндзя. У меня сейчас только три пальца. Класс, да? Мам, ну ты рада за меня? Я сейчас вообще крутой. А как это? Почему я не черепашка ниндзя? А че это я дурочок? Так, сынок, придут рабочие, будут ремонт. Челадой маловек, не камняйтесь бросами, а то режиком за ножу будьте дрыгами нагать и мотою головать. Ага. Челадой маловек, не камняйтесь бросами. Дядя Валера, че делаю? А, червя ищу. Все, последний раз копну и хватит. Дядя Валера, блядь. Червивый дом нашел. Херак. Это нефть. А че так воняет? Валер, какая нефть? Это канализация. Уи, блядь. Слушай, удали видео, а? Ну подумаешь, мужик, билл. О, шел, блядь. Где ты был? Ну, за 9-го утра. У бабушки ночевал? Ага. И че делал? Сторис мои посмотри, а я посмотрю. Телеграм, любимый канал, пранки, еда, цветы потроллить бывшего. Но мы за едой и в сторис. Ты что, бабушке ужин приготовил? Ну да. Ну весь в мать. Тайны мультфильмов? Ну только давай договоримся. Если тебе интересно, то ты на меня подпишешься. Карл умирает в самом начале мультика Верх. Первые 5 минут мультфильм рассказывает историю любви Карла и его жены, которая выглядит вполне реалистично. Поэтому кажется странным, что потом происходят магические явления. Например, говорящая собака и летающий дом. Однако, если допустить, что действия происходят в загробной жизни, где Карл пытается найти свою жену, все это обретает смысл. Тайны мультфильмов? Ну ладно, лайк поставим и погнали дальше. И, два, один, погнали. Обычно мяукни. Мяук. Секси мяукни. Мяук. Мяукни как робот. Мяук. Обычная жизнь с клавой и кофе. Типичный день. Как-то раз мы пошли классом с нашей классной руководительницей в кинотеатр. На прекрасный фильм, после которого я плакала три дня, фильм назывался Хатика. Самое главное, что при просмотре фильма все, значит, что-то кушали попкорн, смеялись между собой, переговаривали. А я внимательно смотрела. И, соответственно, в конце рыдала только я. Я как бы и так была изгоем в классе, а тут еще все надо мной ржать начали. Ну ладно, речь не об этом. Речь о том, что как-то я прихожу как бы в класс на урок литературы. Литература ведет как раз наша классная руководительница. И, оказывается, надо было выучить стих. Любой понравившийся, а я этого не сделала. В итоге, я думаю, надо давить на больное. Выбрала стих про какую-то собаку, прочитала четыре строчки и понимаю, что меня уже вызывают к доске. Ну и что вы думаете? Начинаю я это рассказывать и начинаю специально плакать. Прямо реву! И она мне такая говорит, ты до сих пор все думаешь о том фильме. Я такая говорю, да, да, мне до сих пор жалко собаке. И стих про собачку. Она такая, ладно, садись пять. Как-то раз мы пошли к лапу... Ну, бывает просто... Нет друзей. Ну, знаешь что... Сочет грустно. Ну, как бы, не знаю, у меня есть друзья, но... Ну, когда один все равно тоже бывает тяжелой. Можешь себя развлечь, да, всерьез. Поэтому... Короче, понятно, где грудаешься. Вот тут... Мам, мам, у нас в коридоре в углу крыса сидит! Где она? Валек, ты чё? Это же батя! Не, мам, ты чё? Это крыса! С чего это? Спроси у него конфету. Дорогой, дай мне конфету. М-м-м. И вправду крыса. Валек, а ты знаешь, что обычно делают с крысами? Что? Обычно крыс урабатывают. А-а-а! Точняк! Прекрасный удар, мам. Спасибо. Мам, мам, у нас в коридоре в углу крыса сидит! Единственный вопрос, который меня волновал в детстве, когда я приезжал к бабушке с ночевкой, это кто шумит на чердаке по ночам. Каждый... Если бы подростки говорили только правду. Чё, это Ксения милая, что ли? Ты думаешь, это красиво? Тут дырки его шахнут. Думаешь, красиво? Нет. Ой, что за молодёжь пошла? Фу, фу. Слушай, тётя, я тебя не знаю и знать не хочу. Отвали, а? Не твоё дело, как я выгляжу, ладно? Ой, старики. Хулиганы! Хулиганы! Ой, какой кошмар, химикаты в этой пьёте. Этим можно чистить туалеты, вы понимаете? Ой, это каждый билет. У вас там шуток разъедается. И сейчас тебе в лицо брыснуть, а лицо разъезд, м? Вы о себе беспокойтесь, хорошо? Кстати, да, с этими согласиями. Я в милицию напишу. А где твоя домашка? Какой у нас урок? Я не делаю домашку по музыке. И не собираюсь. Оно мне в жизни не пригодится. Я ухожу отсюда вопросто. Ну, это ада, значит, нагло. А у меня будут тити, нет, а попа, нет, а талия, аналогично нет. Я в то мальчик, иногда, а я буду мальчиком, если ты будешь доверять их словам, то да. А у меня будет много мальчиков, один и навсегда. А мы будем целоваться. Ну, вообще-то да. Это что за шкурыки это, блядь? А у меня будут тити. Блядь. Нет, 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 шкурыки на него. После того самого видео, мне очень часто говорят, неужели именно я озвучивал скридорда? Гук-кабук, ты взял мой кланец с тобой без спросу? Ну, так вот. Да, это был я. Неужели именно я озвучил? Не, ну, похоже, да. Сейчас я его разбужу. Э, басурманин, давай вставай. 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 Что ты там прячешь? Жопу свою голову. Ты чё? А чё всё мокрое? Ты чё, описался? Ой, ты секунчик. Капец. Всю кровать. Тут не кровать, а бассейн уже. Фууу. Такой большой всё ещё писаешься. Вот сейчас мама увидит. Да всё, не ной. Ладно, так как бы прикрою тебя. Давай убирай просто, тащи новую. Я помню ещё какой-то был чувак такой. Ну да, басурманин. Кого возле тебя? Ты тоже вот здесь мокрый. А чё, утюгом по жопе? Всё включай. Не спори матрас. Фуу, как воняет. Чё? Чё мы тут делаем? Ничего. Просто валяюсь у малого на кровати. Я ж у меня здесь спал. Малой у меня спал на кровати. Чё, мокрый? Где мокрый? Ну да, мокрый. Я просто во сне ходил в туалет и описывался. А чё, бывает такое у всех? Ой, мам, я живу в свободной стране, где хочу, там в туалет и хожу. Хоть в кровать, хоть в туалет. Чё ты улыбаешься? Будешь мне должен, блин, до конца жизни. Сейчас я его разбужу. Э! Это уже комментарий под моим постом. Неловкие ситуации моих подписчиков. Часть первая. Когда подругу пёрнула, я ей сказала, будь здорово. Я как-то чихнула, мне сказали, с Новым годом. Я ответила, поистину, воскрес. Это просто пушка. Я была в ветеринарной клинике, чтобы мои собаки сделали УЗИ. Врач говорит, привет. Я ответила, здравствуйте. На кассивке в СИ на вопрос к артуре маличным, я сказала, сырный. Вместо обмега возврата 30 дней, сказала, обмега возврата 30 дней. Заказывала Уралу во время сезии, попросила порцию в философии. Я однажды ушла по улице, засмотрела телефон, все само врезалась в столб, сказала, извините, пошла дальше. Работаю диспетчером в такси, была на сутках. Звонит мама, поболтали, когда она сказала, пока. Я сказала, машина уезжает за вами, до свидания. Блядь, она ежем жуткая, что ли? Ужас, вы видели, что висит на подъезде? Сегодня вечером отключают свет. Да послезавтра. Так, доча, быстро иди к бабушке за свечками. Мама, так у меня есть свечка. Так где же тут она? А, вот она. Надо зарядить все телефоны. Где мой старый айфон шестой? Зарядить ноутбук, все планшеты, все, что можно зарядить. Где мои старые зарядки от андроида? Быстрее, быстрее. Все, ноутбука сейчас заряжу. Планшет еще заряжу. Что это за телефон? Да пофиг, его тоже заряжу. Надо сериалов насмотреться. Блин, чем же будем заниматься завтра? О, еще один старый телефон. Блин, пустая. Мама, где телефон от этой коробки? Надо же наготовить еды. Умрем тут с голодом. Ты же холодно есть не будешь, и микроволновка работать не будет. О, круто, Настик, будем жрать. Мой любимый, мы завтра с тобой целый день не увидимся. Тебя так люблю, а я в нибудь. Прощай, мой любимый игрок. Интернет тоже, прощай. Мне нравятся девочки, мне нравятся мальчики. Бит, что ли? Ночью под дождем. Мне нравятся ручки, ломать твои пальчики. Мне нравятся девочки, мне нравятся... Боже, упаси. Кажется, он все понял. Он понял, что мы не его родители. Да он недоносок. Вечно твой нос ует. Не нравятся. Раз на то дело пошло, может, его на органы сдадим. Ты вообще офигел, такое про нашего сына говорить. А жопа на рынке нынче сколько стоит? Да нам на две жизни хватит. Чик, мой сыночек. Че стоишь? Нож быстрее неси. Можешь не стараться. Куда намылился? Мам, вот он мою попу вот своим ремнем от джинсов всю отбил. Реально, реально. Поэтому вот на рынке она тебе вообще дешево обойдется. Если только на Авито выставлять. И плюс она бракованная. Он проснулся. Не, я вообще сам собирался из этого дома уйти. От вас тут говной воняет. Бывает. Ну, на этой ноте мы закончим, получается. Спасибо, что посмотрели ролик. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И, возможно, в следующем выпуске я позову Ваню. Все зависит от вашей активности. Ладно. Ребятки. Пока.